Здарова, пиплс! Это снова я, Зак, и игра Assassin's Creed 2, рубрика «Эксперименты». Я продолжаю её записывать, настал уже следующий день, как вы помните, вчера. Ну, у вас там уже 10 дней прошло, как бы, но вчера я записывал залпом 5 видосиков, сидел в чёрной кофточке, сейчас я уже снова в коричневой, ну как снова, на экспериментах в Assassin's Creed 2 я впервые в коричневой. Вот такой вот кофточки, но буквально 3 дня или сколько там назад я в этой же кофточке снимал видосики по GTA San Andreas, с залпом аж 7 штук. 7 штук, получается, апрельских роликов, или даже, по-моему, у меня 8 получилось, это я хотел 7, а получилось 8. Короче, я сейчас кое-куда сходил, только вернулся, с улицы пришёл, у меня опять вечер, у меня опять вечер, и я продолжаю залпом снимать, сегодня снова буду снимать залпом. Мы снова в менюшечке, и давайте уже начнём, это рубрика «Эксперименты». Романья Форли, смотрите, какая тут теперь картиночка появилась, то есть вот тут вот у нас во второй и в третьей сессии мы всё ещё в Тоскане, в Сан-Джиминьяно, в Сан-Джиминьяно, а вот тут у нас Романья Форли, то есть уже другой город, и вот тут такая вот картиночка, уже даже подзабыл её. Уже, ребят, даже подзабыл, как она выглядит, вот такая картиночка, вот эту картиночку я помню, а вот эту вот уже даже забыл. Ну ладно, заходим, ребят, в эту сессию, в первую сессию, надеюсь, что нам сегодня пригодится только первая, потому что если заходить во вторую или в третью, то там мне придётся очень много проходить до вот этого вот этапа игры. Там мы ещё только в Сан-Джиминьяно, это мне придётся там снова убивать Экупо Пассо, следить за ним, получается, что ещё делать? Снова с Леонардо ездить на повозке и так далее и тому подобное, то есть там ещё очень много миссий у меня не пройдено, поэтому надеюсь, что вторая и третья сессия нам сегодня не пригодится. Посмотрим, сколько я сегодня залпом отсниму. Как я и сказал, вчера я отснял 5 роликов, то есть это на 10 дней, и, соответственно, вот сейчас у вас там уже 12-й день идёт, и как бы только вот сейчас я вот начал снимать, получается, продолжать снимать Assassin's Creed спустя сутки, но у вас там 12 суток прошло. Ладно, я думаю, что хватит уже разглагольствовать, а сегодня, по сути, мы сейчас должны встать, ребята, вот на этот белый маркер, на корабле, да, и отчаливать, и мы покинем вот этот вот городочек, городочек, так скажем, Романе Форли, в который только что вот попали, буквально ролик назад, то есть мы только-только-только попали в этот город, ещё ничего здесь толком не делали, только лишь познакомились, по-моему, с самой главной, как сказать, Мершей, ну или как ещё назвать её, этого города, то есть с Катериной Сфорс, вот это нам фортануло, прям с Мершей этого города познакомились, ну, по-моему, Мерша, это я так её называю, Мерша, короче, глава этого города, Катерина Сфорс, по-моему, если я ничего не путаю, по-моему, это её город, ну, может быть, я, ребята, ошибаюсь, почему-то вот мне вот так вот кажется, не знаю почему, я уже не помню, ладно, ну, короче, суть-то в чём, мы только-только попали в этот город, и сейчас уже сразу будем отчаливать, в предыдущем ролике мы спасали Катерину Сфорс, но, как бы, нам её по заданию надо спасать, а мы пробовали, наоборот, её не спасать, пробовали, там, всячески что-нибудь с ней сделать, столкнуть, например, в воду, да, убежать, или уплыть в какое-нибудь другое место, чего мы только там не делали, ребят, и до этого был ещё ролик про конец карты Assassin's Creed 2, и прежде чем, знаете, вот, когда я монтировал предыдущий ролик, я вот тут обратил внимание, знаете, на что? было, то, что тут очень много вот такой вот открытой местности, и вот границ я как-то не вижу, мне вот интересно, вот, прежде чем сегодня экспериментировать, прежде чем начать экспериментировать, вернее, даже продолжать, да, прежде чем продолжать экспериментировать, там, проходить сюжет, мы сейчас, по сути, должны покидать этот город, мы только сюда попали и сразу его покинем, вдобавок мы ещё и покинем Анимус, впервые это произойдёт, после этого сейчас мы покинем Анимус, и у нас сегодняшний эксперимент будет очень интересен, тем, что нас немножечко перенесут в Assassin's Creed 1, нас немножечко перенесут в первую часть, но прежде чем мы начнём сегодняшний вот этот эксперимент, я, ребят, предлагаю попробовать отправиться к концу карты, и проверить, что будет, если мы сейчас обычным методом попробуем до туда доплыть, это возможно или нет? Опа, а там вообще у нас запретная зона, смотрите, вот тут у нас вообще запретная зона, там стражники какие-то ходят, это что такое за местность? Я вот тут, по-моему, ни разу не был, и тут, по-моему, даже дополнительных всяких миссий нет, или это и есть дополнительная миссия? Не знаю, смотрите, почему-то здесь какой-то корабль, и вокруг него какая-то красная подсветка, никогда этот корабль здесь не подмечал, я уже говорил в начале, в начале своих самых первых экспериментах, что проходил эту игру просто, ну, очень много раз, очень много раз, где-то 6 или 9 в детстве, где-то 6 или 9 в детстве, и во взрослом возрасте где-то тоже 3-5 раз, не считая вот этот раз, не считая вот то, что мы сейчас проходим. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, она тут есть, вот эта вот зона, да-да-да-да-да-да, пока мы не сдохли, пока мы не сдохли. Давайте вернемся, давайте немножко вернемся, капец, нам уже тут здоровье отняли, половину уже, половину отняли, давайте мы его восстановим, И, короче, да, я так и думал, смотрите, вот что будет, если мы просто без каких-либо багов возьмем лодку и, например, вот в этом городе, Романе Форли, отправимся к концу карты. Вот что будет, то есть у нас этого не получится, разработчики это немножко предусмотрели. И поэтому здесь у нас вот такая белая ограда, мы можем так очень долго вдоль плыть, и ничего у нас не выйдет, то есть за конец карты мы никак не попадем. То есть мне кажется, что это вот действительно одно единственное место, где можно осуществить этот баг, ну, те, кто смотрели предыдущие ролики, те знают о чем я. Мне кажется, вот это вот одно единственное место, где можно осуществить этот баг, миновать вот эту белую стенку, там пройти, скажем так, под текстурами вдоль этой стены, там она кое-где закончится, только лишь за счет того, что мы прошли под текстуры и так далее. То есть в локации горы, ребята, это все дело у нас происходит, вот этот баг, о котором я говорю, в локации горы. Только там это все можно осуществить, больше вообще нигде, то есть даже тут, смотрите, такое открытое пространство, вот в этом городе Романе Форли, такое открытое типа пространство, казалось бы, можно взять лодку да уплыть, но не тут-то было. Разработчики все преградили, если мы покинем эту белую зону, то там у нас будет десинхронизация, поэтому глобально далеко мы уплыть не сможем. А вот возле вот такой вот местности, я думаю, что мне и говорить тут не стоит ничего, я думаю, здесь и так все очевидно, что мы тут никак не перелезем, не заползем на вот эти вот скалы и ничего сделать не сможем. Хотя стоп, прикиньте, мы второй баг нашли. А прикиньте, если мы нашли второй баг? Нет, 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 нет. Это как бы баг в том плане, что тут текстурки немножко не прогружены. Блин, я надеюсь, что сейчас десинхронизация-то не будет, я не могу развернуться, я не могу развернуться, это очень медленно разворачивается. Так, окей, все, аллилуйя, мы выбрались из той местности. Короче, нет, там хоть и нету белой зоны, но она там, ее как бы видимо там нет, но на самом деле она там есть. На самом деле она там есть, ребят. Так что вот, не знаю, может быть, если побегать, конечно, можно еще что-нибудь найти, какие-нибудь текстурные дыры, баги и так далее, может быть, даже тут может быть что-то найти. О, ну вот, смотрите, можно зацепиться, кстати. Но вот тут вот, смотрите, здесь невидимая коллизия невидимая. Так, а дерево... Так и знал, так и знал, что можно пройти сквозь дерево. Так и знал, ребят. Смотрите, в принципе, да, у краев карты разработчики что-то как-то халтурят по полной программе, не особо стараются и халтурят. Но в любом случае пройти нигде нельзя, в любом случае, ребят, пройти нигде нельзя. Как бы Романия Форли, вот этот вот город, в котором мы сейчас находимся, это и то город достаточно такой, как сказать... Здесь очень много просторных мест, очень много просторных мест, как видите, такая типа вода, казалось бы, без всяких ограничений. Но нет, на самом деле там есть ограничения. Там есть ограничения в виде белой стены, сквозь которую, если пройти, будет десинхронизация. То есть вот, не говоря уже вообще про другие города, там какой-нибудь... Там какой-нибудь Монтриджоне, Флоренция, Венеция. Там-то, ребят, вообще мы никак не пройдем. Не уплыть, ничего вообще не сделать. Поэтому, ребят, серьезно, одна единственная локация, называется Горы, и вот там вот текстурная дыра. Текстурный баг, мы можем его миновать, попасть под текстуры карты и... Таким образом, оказаться... Оказаться на краю карты. То есть мы там можем действительно попасть за пределы карты, ребят. Если интересно, то обязательно заходите и смотрите предыдущий ролик. Это один из предыдущих роликов. Блин, я что-то тут вот застрял, капец. То есть я бы хотел все-таки как-нибудь сейчас, может быть... Во-первых, выбраться из воды, что-то у нас не особо-то получается. Во-вторых, лодка пропала, я в шоке. А в-третьих... Блин, а я из воды-то сегодня выползу вот тут вот. Я в этом месте застрял и не могу из воды выползти. Смотрите. Я, ребят, не могу из воды выползти почему-то. А я ведь только что мог вроде бы, а? Где-то я только что тут мог выползти из воды, запросто это все уцеплялся. И все было гуд. А, во, вот здесь вот точно все. Вот тут можно зацепиться. Давайте аккуратно сейчас там прыгнем. Аккуратно как-нибудь прыгнем, зацепимся. Очень аккуратно. Можно даже не прыгнуть, а спуститься на шифте. Блин, нет, Эсу! Я не это хотел сделать. Капец. Капец. Не знаю, можно ли тут как-нибудь. Ну ладно, ребят. Если кому-то интересно, зайдите в игру и сами попробуйте. Потому что суть ролика у нас сегодня немножко в другом. Это я так отошел от темы. Заодно решил вот в начале этого ролика проверить. Проверить, что будет, если мы просто, без багов, попробуем покинуть город. Точнее, не город, а карту. Границы карты попробуем покинуть как-нибудь. Например, в Форли. Это просто как раз тут можно легко сделать. Потому что, например, в Монтери Джоне, там, в каком-нибудь Венеции, во Флоренции. Не знаю насчет Венеции, но во Флоренции точно. Там заборы каменные. За каменными заборами там огромное количество деревьев, феток и так далее. А здесь прям такая открытая местность. Я и подумал, блин, а что будет, если вот просто взять и уплыть? По-моему, я этого никогда не делал. Короче, вот что будет, ребят. Вот что будет. Но это как бы не суть сегодняшнего эксперимента. Это, как я и сказал, мы заодно проверили. Это так, чисто дополнительный эксперимент. А самый главный эксперимент сегодняшнего ролика немножко в другом. Давайте запустим сцену, посмотрим ее, выйдем из-за Нимуса и будем экспериментировать на следующем задании. Которое у нас, как я и сказал, будет связано немножко с Сассаженскрит первым. То есть нас сейчас немножко окунут из-за Сассаженскрит второй в первую часть. Надеюсь, вы готовы. Давайте посмотрим сцену и окунемся. Будь осторожен, Этсо. Ты знаешь, кто это? Моя новая дама сердца? Ой, вряд ли, Этсо. Это ведь Катерина Сфорца, дочь герцога Миланского. Ее муж, это... Муж? Да, ее муж, правитель Форли. Эта юная красавица весьма влиятельна и опасна. Эта женщина по мне. Я говорю, какая-то важная шишечка. Важная шишечка, я каждый раз употребляю это словосочетание забавное. Все в порядке? Даже лучше. Ты делаешь большие успехи. Ну, большие это преувеличение. Тогда почему мы остановились? Пребывание в анимусе может иметь побочные эффекты. Хе, круто. Не волнуйся. У тебя еще нет никаких симптомов. Симптомов? Каких симптомов? Слабоумие, галлюцинации, расщепление сознания, параллельная реальность и так далее. Ты хочешь сказать, что... Если не будешь осторожен, то сможешь видеть своих предков и без помощи анимуса. Это было бы не так уж плохо, если бы ты мог контролировать процесс. Но пока это никому не удавалось. Объект 16. Он слишком много времени проводил в анимусе. С тобой этого не произойдет. Мы приняли меры предосторожности. Надеюсь. Ладно. Я бы хотела проверить, удалось ли тебе приобрести какие-либо из способностей Эцио. Я не против. Я иду вниз. Когда будешь готов, приходи. Что ж. Вот мы вышли за анимусы и посмотрели эту сцену. С подколочкой. С подколами Шона Гастингса. И просто с диалогами Ребекки Крейн и вот этой вот еще одной какой-то чувихи. Забыл, как ее зовут. Люси. Люси. Сейчас нам надо будет просто ходить по вот этой местности. По-моему, у нас сейчас будут заголюны, поэтому, ребят, периодически Дезмонт будет что-то говорить. Нам тут будут что-то пояснять, по-моему. Поэтому я периодически буду затыкаться, когда буду видеть, что у Дезмонта голюны. Ну, а пока что просто идем. Возможно, он и сейчас что-то говорит, но я не слышу, поэтому и не вижу. Поэтому, да. Так что, ладно, спускаемся. Нет, пока что голюнов еще нет. Нам надо запустить сцену с Люси. Окей, идем. Так каков наш план? Мы посмотрим, что тебе удалось сохранить. Давай. Кстати, я ведь так и не... Они что-то говорят? Надеюсь, что нет. Я ведь так и не сказал, ребята, суть сегодняшнего эксперимента. Самое главное. Вы-то, наверное, уже прочитали название, но давайте я загляну в план и просто озвучу. Озвучу, что мы сегодня будем экспериментировать. Короче, эксперимент будет называться, что будет, если не бежать за Марией, когда у Дезмонта голюны. Так вот ролик будет называться. Короче, попробуем просто... Попробуем просто-просто-просто побегать, поизучать окрестности, в которых мы окажемся. Я вот уже говорил, что у нас немножечко окунут в Assassin's Creed 1. Вот нас сейчас там окунут, после вот этих голюнов, в Assassin's Creed 1. Я предлагаю поизучать окрестности, просто побегать. И самое главное, может быть, прыгнуть в воду и как-нибудь пофаниться. То есть, опять же, попробовать убежать за пределы карты. Ой, блин, зачем я все-таки это закрыл-то? Накрывать мне это не нужно. Так что вот, ребят, то есть мы снова будем пытаться просто убежать и покинуть пределы карты. А может быть, там, что-нибудь как-нибудь пофанимся. Ладно, ну до этого еще далеко, нам надо сначала немножечко подвигать за Дезмонта. Абстерга ищет нас. У них больше средств, и оснащены они лучше. Так что рано или поздно они нас найдут. А значит, мы должны быть готовы к этому. Я хочу, чтобы ты активировал систему обороны склада. Как добраться до сенсоров, решай сам. Что, даже не намекнешь? Открой глаза, Дезмонт. Окей, все, Люси уже куда-то пошла. Она нам что-то сказала? А, нет, все, я даже подумал, что, блин, может быть, за ней проследить. Такой мини-эксперимент очередной. Но нет, она никуда не пошла, она та. Она просто немножечко отошла. Но проследить не получится. Люси, у меня видение. Галлюцинации длятся дольше 30 секунд? Нет. Значит, можно не волноваться, это пройдет. Я уж случайно подумал, что сейчас он грохнется. Ну, я делаю успехи. Ты приобрел все умения Эцио. Скорость обучения просто фантастическая. Еще пара дней, и мы закончим. Я замолкаю, потому что, возможно, они сейчас что-то говорят, ребят. За это прошу прощения. Даже если они ничего не говорят. Ну, как бы, в любом случае, тут ведь звуки игры, поэтому полной тишины уж не будет. Так что, да. Но, скажи, почему Эцио? Почему Италия? То есть, мы могли бы вернуться к Альтаиру в его ранние годы? Все началось с 16-го. А, старый добрый 16-й. Он перекрасил мне комнату. Своей кровью. Я просмотрела его файлы. Видик отметил пару сеансов о Нимусе. Разные предки, разные места и даты. Древняя Африка, Ближний Восток. Но ближе к концу он занимался только Италией. Ну что ж, вроде бы осталось предпоследнее. И смотрим, что же дальше. Окей. Вернее, не предпоследнее, а последнее. Это там было предпоследнее, а это последнее. Все вроде бы. После того, что с ним сделали тамплиеры. После того, что с ним сделала я. Там одни обрывки. Хотите сказать, не все? Если бы мы не давили так сильно на 16-го, то уже знали бы все. И может быть, он был бы еще жив. Вы тоже ищите кодекс и сокровищницу? Я знала, что один из твоих предков в Италии был в центре этих событий. Сюда, Дезла! Что-то я такого не видел, ребят. Это, походу, происходит бесконечные какие-то галюны только из-за того, что я, походу, не туда убежал, да? То есть мне сейчас не тут надо быть. Ладно, на сегодня хватит. Тебе нужно отдохнуть. Слушай, ты не виновата в том, что произошло с 16-м. У тебя были связаны руки, как и у меня. Спасибо. Спокойной ночи. Я рада, что ты здесь. Они говорят что-нибудь? Нет, все, по-моему, Лисия уже просто пошла, и нам надо тоже просто подниматься наверх. Короче, я же говорю, ребят, что-то я, по-моему, такого никогда не видел. Чтоб у Дезмота здесь прям бесконечные галюны были. Вот как мы вот над тех стражников внизу наткнулись, вот тут вот они были. Так вот с тех пор что-то галюны, я тут бегу, бегу, что-то бесконечные какие-то галюны непрекращаемые. Это произошло, видимо, из-за того, что, как бы, я раньше времени куда-то драпанул. Надо было действительно постоять возле Люси и запустила бесцена. Но я убежал. Я убежал. С вас лайк, ребята. Так, все еще загрузка. Что за черт? Что это? Где я? Это Акра? И Альтаир? Какого черта? Я даже не вонюсь. Наверное, я отрубился. И мне снится какой-то кошмар. Я уже бог знает, сколько не спал. Так что неудивительно. Что ж, все, вроде бы все сказанул. У нас какие-то странные эффекты. Во-первых, ракурс то приближается, то отдаляется немножечко. Типа эффект каких-то галюнов. Хотя стоп, он не только отдаляется, он еще немножко так наклоняется. Оп, оп. Какое-какое-какое-то раскачивание. Добавок, эффект снега или что это такое? Ну, это не снег явно, но что-то очень на это схожее. И, по сути, нам сейчас, ребят, смотрите, как я говорил, мы появились, типа, в Assassin's Creed 1. Тут кругом тамплиеры ходят, и нам надо отправляться за вон той вот женщиной. Она уже убежала. Нам надо сейчас бежать за ней, по сути. Запаркурить там на башню. Запустится небольшая сцена. И после этой сцены мы сможем вернуться в анимус. И задание будет выполнено. Вот это вот мини-задание. Короче, а я сейчас предлагаю просто покинуть. Покинуть эту область. Но я уже вижу, что тут везде ограда. Давайте, может, попробуем найти какие-нибудь, опять же, текстурные дыры, текстурные недоработки или же баги. И, может быть, как-нибудь все-таки миновать. Эту область, в которой мы оказались. Я вот в Assassin's Creed вообще играл в жизни очень мало. Я играл, но до конца не проходил, и очень мало играл. Мне эта игра не особо понравилась, но знаю, что есть олды, которым эта игра очень нравится. Поэтому, возможно, когда-нибудь, когда-нибудь, там, после Бразер Худа и Революшена, все-таки перед тем, как снимать эксперименты в Assassin's Creed 3, а они будут, 100%. Прежде чем снимать эксперименты в Assassin's Creed 3, может быть, я по-быстрому отценирую экспериментики в Assassin's Creed 1. То есть мы и эту игрушку попроходим, попроходим и проэкспериментируем что-нибудь. Но, как я и сказал, она не особо-то моя любимая. Мы сейчас, как бы, типа, в Assassin's Creed 1, только во второй части, на движке второй части, скажем так. И, возможно, как раз-таки вот эта вот локация, она прямо из Assassin's Creed 1, прям полностью была перенесена. Не знаю. Знаю только то, что в Бразер Худе та же самая тема есть, та же самая тема. Там некоторые, скажем так, сюжетные, не то чтобы сюжетные, просто дополнительные задания, они прям полностью перенесены из Assassin's Creed 2, прям с локациями, с персонажами, вот как будто мы играем в Assassin's Creed 2. Только на движке Бразер Худ там, возможно, какие-то немножечко изменения есть, конечно, но в целом в Бразер Худ такая же тема присутствует. То есть некоторые задания, прям перенесенные даже с целой локацией, то есть прям целую локацию, кусок локации, выдернули и перенесли из Assassin's Creed 2 в Бразер Худ, копия, точно такую же локацию, и нам надо выполнять миссии, например, от Кристины. Там есть дополнительные миссии от Кристины в Бразер Худе. Хм, похоже, вот и вот... Как некое продолжение Assassin's Creed 2. Как некое логическое продолжение, которое, ну, типа, было вырезано и перенесено в Assassin's Creed Бразер Худ. Короче, во второй части та же самая тема есть, только... Assassin's Creed 1. С Assassin's Creed 1, первой частью. 2007 года. Что ж, бежим, я надеюсь, что сейчас никаких диалогов нету. Вот она, вот эта женщина, за которой нам надо бежать. Как видите, я уже там побегал вокруг... Вокруг, вокруг, вокруг... Аград. Убедились мы в том, что там везде белая стена, и, соответственно... Давайте попробуем поймать эту чувиху, остановим ее как-нибудь. Блин, Дезмонд или Эдсу, или кто там, Альтеир. Он даже не хочет запрыгивать. Блин, она еще и нас скинула, это я ее хотел скинуть, она нас в итоге еще и скинула. Короче, мы пробовали уже немножечко преодолеть границы карты, у нас ничего не вышло, вы сами видели. И теперь давайте просто пофанимся и как-нибудь, я не знаю, попробуем ее, типа, столкнуть, где она там? Куда она убежала? Пади, вон она просто стоит, да-да-да. Ой, и смотрите, сюда какой-то тамплиер идет, смотрите, он прям сюда паркурит. Это он за нами идет, смотрите? Или это он так просто ходит и патрулирует? Непонятно. Вот, например, вот тут, ребят, я, кстати, никогда не был в этой локации. Я вообще по-быстрому проходил вот эту тему с Альтеиром. Очень по-быстрому проходил ее. Я особо тут никогда не останавливался, потому что мне эта тема с Альтеиром не особо-то нравится. То есть вот это вот задание, где надо за Альтеира бегать, мне оно не особо-то нравится. Поэтому я всегда миновал этот этап игры очень быстро. Очень быстро я всегда миновал этот этап игры. Так, это еще что-то мне показалось. Ладно. Короче. Что ж, давайте сейчас вот так вот побегаем. Вот здесь, как я и сказал, я тут никогда не был. Поизучаем окрестности. Блин, капюшон задолбался лазить. Я прям чувствую, что он у меня огромный. И он прям и чувствую, как он слазит вниз. Каждый раз приходится его поправлять. Ну да ладно. Так. Что ж. Как я и сказал, я только что с улицы пришел. И вот начал сразу же снимать. Сразу же начал продолжать снимать. Вчера снимал опять роликов залпом. И сегодня будут уже что-нибудь. Какие-нибудь уже 5 или 6 или 7 роликов сниму залпом. Но это только первый. Он, кстати, длинный получается весьма. Так что надо, блин, уже побыстрее уже экспериментировать. И проверять все, что мы хотели. Давайте попробуем обойти. Обойти вот эту местность. Вот эту окрестность. И, может быть, заранее заберемся на вышку. Без вот этой женщины. За которой нам, по сути, надо бегать. То есть, смотрите. Мы запаркуриваем на это здание вот потуда. Потуда мы там, вот где она сейчас стоит. Ее вот видно, да, по-моему. Вот, смотрите, ее видно отсюда. Вот, короче, где она там стоит. Нам потуда надо пробежать вдоль вот этой стены. И вон там вот на лестнице. Вон там вот на лестнице забраться. Забраться и бежать вот к этой вышке. Вот к этой вышке надо бежать. А мы сейчас попробуем заранее вот так вот оббежать. И заранее без нее туда забраться Вот что будет, ребят, если мы заранее туда придем Ну и, может быть, попробуем ее скинуть Как-нибудь Оп, аккуратно Вот здесь вот надо быть очень аккуратным Я чуть не грохнулся, блин Тут сено какое-то даже Что он тут делает? Смотрите, тут даже какое-то сено, что он тут делает? Хм Не знаю, ну, видимо, просто так решили разработчики тут сено добавить И, ладно, все, смотрите, мы ее реально опередили Никогда этого раньше не делал Все, она тут же понеслась Ой, смотрите, здесь даже дверь не закрылась Вау, здесь даже дверь не закрылась, я вспомнил Она же сейчас сюда прибежит и дверь закроется, да? Она сейчас заберется в эту дверь, где она там? Вон она идет очень медленно Только залазит Короче, она сейчас по сюжету должна забраться Как бы, ну, вот в эту дверь должна зайти, да? Давайте посмотрим, что там А тут вообще ничего нету, видите? Она сейчас зайдет в эту дверь, она закроется И нам по сюжету нужно будет закарабкиваться на ней на самую вышку За ней закарабкиваться на самую вышку Вот, ну смотрите, мы заранее подошли к этой двери Во-первых, тут невидимая текстура, невидимая коллизия Мы никак сюда не можем зайти Во-вторых, мы можем зато посмотреть, что там абсолютно ничего нет То есть, как только она сюда зайдет, дверь закроется и ее телепортнут наверх И ее телепортнут наверх Давайте посмотрим, наверное, на эту сцену Подойдем поближе, что-то она тут опять встала Чувиха Забирайся наверх, что ты встала Смотрите, она прям... О, все Понеслись, понеслись Наконец-то мы ее немножечко разбаговали Она бежит к двери И смотрите, мы уже проверяли, что в дверь там никак не войти Все, она забегает в дверь И нам показывают сцену, как дверь закрывается И надо, типа, забираться на вышку Но, ребят, мы сейчас с вами прекрасно убедились, что, во-первых, за этими дверьми ничего нету Во-вторых, мы туда заранее даже как бы... Даже если мы ее действительно обойдем, я думаю, что никто никогда этого не делал Даже я никогда не пробовал Но если заранее даже подойти к этому месту, то в двери мы никак не попадем То есть там невидимая коллизия, ребят Соответственно, даже если мы просто заберемся на эту вышку заранее Ну, как бы, чувиха-то она там внизу останется Поэтому ничего глобального не произойдет Ничего глобального, ребят, не произойдет Она будет ждать нас Поэтому просто закарабкиваемся Что-то я вот тут уже даже не вижу уступов По которым надо карабкаться И смотрим сцену Да, я думаю, что, знаете, наверное, прыгать... Ну, хотя, в принципе, это же рубрика эксперимента Когда еще нам выдастся возможность проэкспериментировать на вот этом этапе игры Вот давайте ради фана... А, хотя я уже вижу, я уже вижу, что тут кругом белая ограда уже появилась Я думал, вот давайте чисто ради фана прыгнем в воду отсюда Но я уже вижу, что тут белая ограда Поэтому по-любому мы просто выдержимся в камни И будет десинхронизация Так что да Но... Но, 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 но... Задумка была прикольной Задумка, ребят, реально была прикольной Что ж, придется сейчас залазить наверх все-таки Все-таки И смотреть сцену Такс А вот и эта чувиха Интересно, давайте вот что будет, если мы не будем вставать на белый маркер А просто попробуем ее сейчас как-нибудь скинуть Можно, нет? Смотрите, у нее прям на плаще какой-то знак тамплиеров Воу-воу-воу Это что такое? Она тамплиерка? Хм А мы как бы играем за ассасина Вообще-то Эй, это же та женщина Изака Как же ее звали? Ах да Мария Интересно, что ему от нее нужно? Ого, такого я не ожидал Что ж, ну и в принципе все Сейчас нам надо осуществить прыжок Прыжок веры И после этого Этот мини-этап игры будет пройден Так, давайте Посмотрим вдаль На вот этот вот город Какие тут окрестности у нас открылись Вот что будет, если мы сейчас назад попробуем пойти? Смотрите, не получается Я вот, чтобы не нажимал Эцу Точнее, Дезм Точнее, какой Дезмонт Эцу Альтеир не хочет разворачиваться Смотрите Он не хочет разворачиваться Хотя это действительно Дезмонт Просто в костюме Альтеира, ребят Просто в костюме Альтеира Я не помню Если, по-моему, пройти эту игру на 100% То нам тоже будет доступен костюм Альтеира Но это не точная инфа По-моему, может быть Я просто знаю, что когда вот пиратскую версию качаешь То там Костюм Альтеира, он сразу доступен Прямо можешь в начале игры Переодеть Эцу в Альтеира И, соответственно, бегать Можешь вот так вот В костюме Альтеира Сам я никогда этот костюм не получал Потому что игру на 100% не проходил Но вот, насколько я понял Если пройти игру на 100%, то этот костюм нам будет доступен И мы сможем играть за Эцу в костюме Альтеира То есть, переодеть один ассасинский костюм На другой ассасинский костюм Типа вот так Эта чувиха все еще лежит Повернуться и вернуться к ней мы не можем Поэтому все, что остается, это прыгнуть Почему я не слежу за альтарем? Почему я здесь, смотри О, чёрт Это же значит Ну и страна уже Оу-оу-оу, гайс Может быть Да ну Я помню, что ты такое сказал Типа Неужели Это значит А, просто страшный сон Я не хотела врываться, но уже поздно И мы Эй, ты в порядке? Да, всё нормально Дурной сон, вот и всё Ладно Давай, готовься Встретимся А, хорошо, что ты к нам зашел Извини Долгая ночь Вот это я понимаю Настоящий профи Оставь его в покое Что ж, прошу прощения Но я тут поработать пытаюсь Безумие, да? Шон Прошу тебя Хватит Как скажешь Так, можно ли сейчас не слушать диалоги И сразу попасть в анимус Сесть, точнее Да, можно Ура Ура, 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 ура Ура Так и напишите Ну и в принципе Флоренция А нет Венеция Венецианская республика 1481 год О, ребята, ребята, ребята Вы только на это посмотрите О, а только на это посмотрите Как я сказал Кудовое слово В сегодняшнем ролике будет Альтаир Альтаир Так и напишите За это поставлю Я вам лайк поставлю На ваш комментарий за этом Большое спасибо Что досмотрели до конца Если вот вы напишите Кудовое слово То получите от меня лайк И я буду понимать Что вот ты вот просто Избранный Один из немногих Кто досмотрел до конца Увидимся в дальнейшем В следующем ролике И всем удачи И до скорого